На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева, Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Еще 110 мест в Узжигуте открывают ковидный госпиталь. Глава республики лично убедился в готовности медиков работать в новом госпитале. Как готовят к погребению умерших от коронавируса? Не путают ли в морге тела? Сегодня мы подробно раскроем эту важную тему. 20 км в час этот запас скорости отменяется? Как теперь будут выписывать штрафы? Вся достоверная информация с первых уст в ГИБДД. Лето, клещи, укусы. Уже почти полторы сотни наших земляков на учете в Распотребнадзоре. Будьте осторожны. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с министром здравоохранения Казимом Шамановым и главу администрации Узжигутинского района Муратом Лайпановым посетили Узжигутинскую больницу, которую готовят в качестве дополнительного резервного госпиталя для лечения и восстановительной терапии больных коронавирусной инфекцией на 110 мест. Все палаты оснащены кислородом. Сформирован резерв медицинских кадров, лекарств, средств индивидуальной защиты. Рашид Тимрезов дал поручение главе Узжигутинского района по благоустройству территории больницы, ремонту подъездной и внутребольничной дорог к районной больнице. В настоящее время при районной больнице действует станция скорой помощи на четыре машины и еще для выездов к пациентам. На дом задействованы пять санитарных машин. В режиме повышенной нагрузки в три смены работает КТ-аппарат. В день проводится порядка 80 исследований. Это в шесть раз больше норматива работы для одной смены. Ситуация, связанная с распространением коронавируса в Карачаево-Черкесии, остается сложной. Напомню, режим ограничительных мероприятий самоизоляции продлен по 15 июня. А недавно при оперативном штабе создана рабочая группа, куда вошли общественно-политические деятели, лидеры, руководители организаций, предприятий и просто неравнодушные жители республики. О целях и задачах рабочей группы расскажет Мураджан Кёзов. Еще 3 февраля глава республики Рашид Тимрезов подписал указ о создании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом. В его состав вошли руководители всех основных ведомств. Их полномочия заключаются в координации усилий по борьбе с вирусом, подготовке решений и рекомендаций для граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов. Однако COVID-19 оказался очень коварным вирусом. Вкупе с действиями некоторых несознательных граждан, которые, несмотря на запрет, проводили массовые мероприятия, будь то свадьбы или похороны, вирус быстро распространился. Сегодня, по оценке специалистов, Карачаева-Черкесия находится на пике эпидемии. Актуальным стал лозунг «Все на борьбу с коронавирусом». Немало неравнодушных жителей откликнулись на призыв добрыми делами. И для того, чтобы общественная помощь во время самоизоляции, взаимодействие с врачебным сообществом и властью стали ещё более эффективными, и была создана рабочая группа. Все общественники, которые в этой теме уже всё это время, такие большие благотворительные фонды, некоммерческие организации, волонтёрские организации, молодёжные организации, а также гражданские активисты, которые появились вот сейчас на волне борьбы с коронавирусом в нашей республике. И слава богу, что появились. Все они сегодня там объединились, договорились об обмене информации, об оперативном взаимодействии. И именно для этого создана рабочая группа при оперативном штабе республики. В ведении рабочей группы находятся вопросы, в том числе связанные с материально-техническим обеспечением медицинских учреждений, для того, чтобы спонсорская помощь была правильно распределена между лечебными учреждениями. В этом деле необходим строгий общественный контроль за распределением благотворительной помощи. Общественники уверены, победить вирус можно быстро, но только вместе и сообща. Не объединившись, не в плане общенародном, а все административные ресурсы, ресурсы благотворительных организаций, меценатов, каких-то общественных организаций, с этим было бы намного тяжелее бороться. В это время работать по отдельности, это, ну, КПД очень маленький был бы, у каждой по отдельности. А сейчас, объединившись, намного легче с этим справляться. Напомню, по поручению главы республики Рашида Тимрезова создан единый круглосуточный информационный центр для разъяснения вопросов по профилактике распространения коронавируса. В рамках работы центра организована связь в режиме реального времени с более чем 30 министерствами и ведомствами. На сегодняшний день по единому номеру за консультацией обратились более 11 тысяч человек. Мурат Жантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. И весь из оперативного штаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике 1807 подтвержденных диагнозов. Из них 536 выздоровели, 631 человек госпитализированы. Остальные проходят лечение в полной изоляции. Среди жителей Карачаева-Черкесии широко обсуждается вопрос о мовении погребения родственников, умерших в COVID-госпиталях. Многие люди жалуются, что им не позволяют совершать обряд омовения. Как же в социальных сетях есть упоминания о том, что в республиканском морге путают тела умерших. С официальным комментарием по этим вопросам обратились к начальнику судебно-медицинской экспертизы Рашиду Четчаеву. По федеральному закону номер 73 о судебно-экспертной деятельности, по федеральному закону о похоронном деле, также приказами Министерства здравоохранения, после наступления смерти человека в лечебном учреждении, через два часа труп на санитарном транспорте перевозится в морг, где производится прием документов и насильных вещей работниками бюро судебно-медицинской экспертизы. Все это регистрируется в журнале, дается номер покойника и бирка с анкетными данными, откуда доставлен покойник, когда скончался, а также записываются полные фамилии и имя отчества. Это необходимая процедура, которая установлена до возникновения этой эпидемиологической ситуации. Согласно тех же федеральных законов, мы обязаны и несем не просто гражданскую, но и уголовную ответственность за правильное оформление документации, а также достойную подготовку умершего к захоронению. Начальник бюро уточнил, что умерший представляет для окружающих опасность заражения не меньше, чем живой переносчик. Имеется случай, когда было рекомендовано родственникам не вскрывать герметичные пакеты, но вопреки этому они вскрывали и произвели обряд омовения. Впоследствии были заражены люди. По договоренности между Духовным управлением мусульман Карачаева-Черкесии и правительством, скончавшиеся в ковид-госпиталях доставляются в морг для дезинфекции, обеззараживания и дальнейшего омовения. Со стороны Духовного управления мусульман оказано содействие в предоставлении ритуальных принадлежностей для захоронения. Согласно указу, который передо мной находится, обмывание, дезинфекция и окутывание в саван покойного производится медицинским работником. Затем тело покойного, помещенное в непроницаемый пакет, передается родственникам. Покойный должен быть сразу доставлен из морга на кладбище для захоронения. И срочное сообщение от МЧС. До конца суток и далее 11-12 июня местами на территории Карачаева-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селий малого объема. И в продолжение прогноз погоды от наших синоптиков на завтра. В отдельных пунктах сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. В черкеске ночью без существенных осадков, днем кратковременные дучи гроза, температура ночью плюс 17-19, а днем 31-33 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-30-50, инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль-09». Это «Главные вести республики». Мы работаем в прямом эфире. В последнюю неделю в информационных ресурсах Рунеты появилась новость, которая вызвала массу обсуждений и волну непонимания. Связана она с информацией об отмене нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км в час. Авторы публикации сообщали, что такое решение объявили на внеплановой конференции ГИБДД, где было озвучено, что якобы введен штраф за превышение скорости в 20 км в час. И вступит этот закон в силу уже с 8 июня. Как позже выяснилось, новость оказалась фейковой. За официальным комментарием по этому вопросу мы обратились в ГИБДД по Карачаево-Черкесской республике. Самой обсуждаемой новостью в последнюю неделю стала информация о том, что ГИБДД отменяет нештрафуемый порог в 20 км в час. Хотим сказать официально, что это является недостоверной информацией. Такая информация, она появляется регулярно. Никаких пресс-конференций ГИБДД не проводила и никаких изменений не вносила. Важно также понимать, что самостоятельно наше ведомство таких изменений вести не может. Для этого, как мы знаем по законодательству, нужно пройти некоторые этапы. Это должен быть законопроект для начала, он должен пройти публичные слушания в Госдуме, одобрен правительством и только потом вступает в силу. Но даже после этого, с момента вступления, работать сам закон обычно начинает позже, чтобы люди успели подготовиться. Поэтому мы заявляем ответственность, что никаких изменений не введено. В настоящее время на территории республики наблюдается период высокоактивности клещей. Уже к началу лета в медучреждения республики обратились 142 человека по поводу укусов этих насекомых. Данная статистика не превышает средние значения, но лучше заранее безопасить себя от возможных инфекционных заболеваний, говорят в Распотребнадзоре. Подробности у Али Буташева. В Черкесске 69, в Жигутинский район 14, в Малокарачаевске 13. Это наиболее распространённые случаи укуса эксоидными клещами жителей республики в этом году. Самодейственная мера борьбы с вредными насекомыми, опрыскивание парков и других территорий. Но это ещё не всё, говорят в Распотребнадзоре. Важно предупреждать население об опасности заражения инфекционными заболеваниями. Следует отметить, что помимо Крым-Кунга геморрагической лихорадки, которая является особо опасным заболеванием, на территории нашей республики клещи могут быть источником других инфекционных заболеваний, таких как толеремия, лайм-боррелиус. Эти заболевания не смертельны для человека, но, допустим, лайм-боррелиус приводит к инвалидизации. Причём люди с самого начала затрудняются в постановке диагноза. В этом году на территории республики укусом клещи подверглись 142 человека. В прошлом было зарегистрировано 248 таких случаев. Если клещ всё же присосался к вашей коже, следует сразу же обратиться за медицинской помощью. Прежде всего при удалении этого присосавшегося насекомого, чтобы правильно обработать рану, удалить насекомое. И дальше обязательно нужно консультироваться с инфекционистом. Две недели после этого происшествия необходимо внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья. Самым надёжным и самым безопасным способом профилактики укусов клещей является правильная одежда. Прежде всего это светлые тона одежды, чтобы можно было заметить на одежде ползущего насекомого и вовремя его удалить. Эта одежда должна быть обязательно длинной рукава, длинные штанины, которые заправляются должны в носки, и чтобы исключить подползание насекомого под одежду. Отправляясь на природу или в парк, находясь на дачных и приусадебных участках, можно использовать репелленты – химические вещества, отпугивающие насекомых. К природным растениям, выполняющим эту функцию, относятся лаванда, кошачья мята, далматинская ромашка и другие. Али Батаршев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Спасибо всем. А прямо сейчас приглашаем на Молдаванку, чтобы узнать о жизни Анки. До встречи.